Мы избрали путь защиты. Это открытость и гласность. Так президент Красносельский сегодня сказал о расследовании терактов, которые готовили украинские спецслужбы в Приднестровье. Об этом и не только большой разговор главы государства с депутатами в Дубосарах. Обо всех темах встречи еще расскажем, а пока самое главное, как сохранить мир в Приднестровье. Дубосары, встреча президента с местными депутатами. Добрый день, присаживайтесь. Вадима Красносельского спрашивают о последних событиях. В Приднестровье была угроза терактов. Предотвратили, идет следствие. 3 марта, это была пятница, в 7 утра. При установке аппаратуры на многоэтажный дом возле администрации президента в Тирасполе был задержан гражданин. Так скажем, с поличным. Аппаратура была установлена для слежки за администрацию президента. То есть, с теми лицами, кто туда и заезжает, заходит и так далее. И сигнал полностью передавался через мощный передатчик, радиопередатчик в СБУ в Одесскую область. Аппаратуру изъяли. Вячеслава Кесничана, который готовил теракты по заданию СБУ, задержали. В центре Тирасполя должна была взорваться машина с гексогеном. Но изначально теракт планировали в Бендерах против делегации ОБСЕ. Если бы удалось взорвать именно миссию ОБСЕ в городе Бендеры, Россию бы обвинили. Поэтому необходимо разрывать соглашение 1992 года мирному регулированию. Кстати, в то же самое время, наверное, случайно все, да? А я думаю, не случайно. В парламенте появляется инициатива такой там прорумынской партии, о том, чтобы Молдова вышла с этого соглашения. Конечно же, такой теракт был бы мощным триггером и мощнейшим основанием для выхода. И все бы это поняли, наверное, все бы поддержали. Все мировое сообщество поддержало о выходе. Кроме того, сразу лежал документ о размещении на территории Молдовы так называемой интернациональной полиции и так далее, и так далее. При Днестровье сохраняет мир, мы никому не угрожаем. Но если будут угрозы, дадим отпор. Неизменные слова президента. Мы избрали только один. Нормальный, я считаю, путь защиты или меру защиты. Это наша открытость и наша гласность. Мы сразу объявили о своей открытости. Мы сразу заявили о том, что да, мы готовы представить материалы всем заинтересованным иностранным спецслужбам. И я напрямую пригласил Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки принять участие в расследовании данного уголовного дела. Почему? Да потому что в кортеже ехала также гражданка США, как я уже сказал ранее. Они имеют на это полное по большому счету право. Протоколы допроса, очные ставки, вещественные доказательства, экспертизы, которые назначены, которые делаются, все готовы показать. Правда на нашей стороне. Ранее Приднестровье направило обращение в Совбез ООН и к участникам формата 5 плюс 2. Проинформировали, что идет следствие по терактам. У нас готовы открыть все детали иностранным службам. Главное установить истину. Открытость – это еще и безопасность для всех в Приднестровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова